Всем привет-привет! На ваших экранах красотка бросовола Надоза, которой я все никак не обзаведусь, потому что я не уверена, что я хочу ее иметь в своей коллекции, а вот ее гибриды меня интересуют намного больше. Посмотрите, кстати, когда сама бросовола Надоза была зарегистрирована, фантастика какая-то, да? 1831 год. Скоро будет 200 лет как. Весь мир ею восхищается. А теперь посмотрим на еще одну орхидею. Называется она гуарианте баурингиана. Чаще встречается как котлея баурингиана, что легче выговаривается. И выглядит она, ребята, вот так. И, пожалуй, ни одно из этих растений я бы не хотела иметь у себя в коллекции. А вот их гибрид меня очень давно интересовал. И я первый раз, когда упустила возможность купить эту орхидею, я потом очень долго жалела. Потому что иногда они приходят в заказах, знаете, в микроскопическом размере. И ты смотришь на эту мелизгу и думаешь, да, растить тебя до цветения и растить. Но иногда бывает, что тебе везет. И ты отрываешь прям такой, знаете, мега-мега экземпляр, который, ребята, называется брасанте майкай или брасокотлея майкай майюми. А брасанте – это потому что брасовола и гуарианте были скрещены. И этот гибрид между двумя растениями был зарегистрирован в 1944 году. Я много-много фотографий пересмотрела, заложила себе в отдельный альбом. Периодически их просматриваю, потому что таким образом я могу до совершения покупки определиться, хочу ли я это растение надолго-надолго или я его опять подержу у себя и потом буду искать ему нового владельца. Так вот, к альбому с брасоволой или брасантой майкай майюми я возвращаюсь чаще всего, пожалуй. Что меня больше всего смущает? Это розовый цвет, который я не очень люблю. Вот если бы мне сказали, вот бери вот этот экземпляр, он точно процветет с холодным сиреневатым подтоном или будет практически белым скрапом. Я бы вот, знаете, с руками оторвала. А для тех, кто абсолютно не имеет ничего против розового цвета в любых его проявлениях, ребята, любую брасокотлею майкай майюми берете и будет вам счастье. Я в начале этого ролика поставлю кучу-кучу вариаций цветения. И многие фотографии снабжены надписями. И видите, везде BC это брасокотлея майкай майюми. BC майкай майюми. Где-то в интернете, когда вы будете искать вариации цветения, вы можете увидеть, что после BC майкай майюми стоит, например, еще какое-то имя, типа Луиза. Кстати, Луиза достаточно крупноцветковая. Вот мне досталась прям мелочь-мелочь пузатая. Покажу в конце ролика. А некоторые экземпляры достаточно крупными цветками обладают, ну, где-то сантиметров 6 в диаметре. Когда вы видите в интернете просто фотографии цветения, рядом нет спичечного коробка или зажигалки, не с чем сравнить. И кажется, что цветки очень-очень крупные. Но это обманчивое впечатление. Я знаю некоторых орхидейных блогеров, которые, получив растение и добившись от него цветения, разочарованы были именно размером цветка. Причем, вот посмотрите, на разных фотографиях вы можете видеть разную, не просто окраску, а даже разную форму или расположение петали и сипали относительно друг друга. Некоторые похожи на морскую звезду, ярко так экзотически окрашенную. Форма губы, кстати, тоже отличается. Я миллион фотографий пересмотрела, когда мечтала о том, что когда-нибудь у меня будет мой собственный экземпляр. Можно подумать, от того, что миллион фотографий пересмотрю, у меня достанется именно тот экземпляр, который я хочу. Ну, помечтать же можно, да? Вот. И, конечно, для меня вот такая форма петали и сипали и губы, и пропорции лепестков и губы была бы идеальна. Я вообще очень люблю такие, знаете, звездчатые орхидеи. Вот это, кстати, да, вот это я бы тоже с удовольствием приобрела. Здесь губа попроще, то есть она не волнистая, без какой-то оборочки. Но мне нравится, что лепестки, да, они как будто бы немножечко вниз опущены, как будто бы они тяжелые, по собственной тяжестью к земле пригибаются. Такой вот эффект я тоже очень-очень люблю. А здесь, посмотрите, вот у этой, мало того, что губа более выдающаяся, скажем так, на нее ты внимание обращаешь из-за волнистого края и из-за того, что принт такой, animal print, да, анималистический принт, просто какой-то вообще дикий-дикий эффект создается. И посмотрите, какой акварельный градиент на петали и сипалиях. Это просто какая-то нереальная красота. А здесь, видите, губа более вытянутая, как бы каплевидная, что ли, и на конце как будто бы защип. И более хищные, более длинные, изогнутые петали и сипалии. А сейчас свою малышечку покажу. А знаете, что всегда отпугивало в заказах? То, что, как я слышала, бросовола майка и майюми зацветает только, когда количество бульб переваливает за 15. Представляете? А иногда ты же можешь в заказе, беря растения вслепую, получить, ну, чуть ли не деленочку, там, о 5-6 бульбах. Я думаю, блин, в моих условиях, при том, что я с симпадиалами не так давно, я их еще не научилась чувствовать, да, и подбирать им с первого раза идеальную посадку, место положения и способ полива. Я думаю, блин, я еще буду косячить. От этих бульб, значит, нужно треть отнять. Они уйдут сразу в утиль при моих экспериментальных посадках. И потом, сколько же я буду эти оставшиеся бульбочки растить до вот этого шикарного куста? Ну, вы знаете, повезло, повезло, потому что бульб ровно в два раза меньше по сравнению с рекомендуемым. И посмотрите, какая красота! Она специально, она поняла, что я не очень люблю розовый цвет, и досталась мне практически в белом варианте. Вот сейчас, если вы слышали такое, мям-мям-мям-мям, это Светова из Гербер шлет мне аудиосообщение. Ой, сейчас я, кстати, пойду прослушаю, что она скажет, потому что я ей рано утром отправила как раз эти фотографии. Сейчас быстренько не уходите, пойду послушаю, что Светка сказала, и вам передам. Так, я вернулась, прослушала Светина сообщение. Я ей утром послала фотки и говорю, я как раз в ночи смотрела твое видео про эту орхидею. Она у тебя есть, но в другом цвете. Ну-ка, говорю, угадай. И она не угадала. Ну, в смысле, она говорит, я понимаю, что это брасовольный гибрид, но мне так лень идти в теплицу и вытаскивать все бирки и проверять свои догадки. Ну, короче, Света – это браса котлея майкай-майуми или брасанте майкай-майуми. И вот по сравнению с моей рукой, видите, какие они малюсенькие. Три цветка помещаются, что называется, на ладошки. Но все равно я их очень люблю. Она, кстати, ароматная, и вчера ночью муж сказал, что она пахнет ему лилиями. Мне она просто пахнет. Не могу определить, что это за запах, потому что лет 20 последних я запахи вообще не отличаю. Практически часть из них вообще не чувствую. И я настолько забыла, каково это различать запахи, что сейчас, когда я чувствую какой-то аромат, я даже не могу понять иногда, чем что пахнет. Вот, буду доверять мужу. Кстати, многие брасовольные гибриды пахнут именно ночью. И говорят, что двух-трех цветочков иногда хватает для того, чтобы всю, например, комнату окутать этим чудесным ароматом. Я, ребята, считаю, что мне просто мега повезло. Посмотрите, это именно такой оттенок, которого бы я хотела. Это та форма губы с легкой-легкой волной. И мне очень нравится, что экземпляр, который мне достался, он с такими сильно вытянутыми и узкими петалями-сипалями. Вот он ближе к брасоволи, нежели ко второму растению, который стал родителем этого гибрида. Вот, видите, здесь особенно это видно. Короче, повезло так повезло. Надо дождаться летнего цветения и просто сравнить. Расставаться не буду. Отвезу её летом на дачу к маме, потому что брасоволы любят очень-очень много света. Они после этого хорошо цветут. Они очень любят свежий воздух, ветерок. Они любят хорошие просушки между поливами. Вот, и я думаю, что это лето 2020 года показало, что мама может у себя на огороде создать такие условия моим растениям. И у этой малышки не только цветение компактное, у неё и псевдобульбы невысокие, ну, где-то сантиметров по 15-20. И, в принципе, если что, можно будет в газетку завернуть, положить в чемодан и куда-нибудь с ней поехать. Если вдруг ситуация 2021 года позволит нам куда-то выезжать. Короче, ребята, я влюбилась. Если вам выдастся такая возможность, заказывайте. Заказывайте любую майка и майюми, которая подвернётся. И я думаю, вы не будете разочарованы. Всё. Всех целую ещё. Приду. Увидимся. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok